В Десногорске продолжается разработка стратегии социально-экономического развития города на срок до 2030 года. В администрации создан план мероприятий по общественному обсуждению. График встреч на дискуссионных площадках размещен на официальном сайте администрации в разделе «Стратегия». Глава Андрей Шубин обратился к десногорцам с предложением. Нам бы хотелось видеть нашу молодёжь города, наших руководителей общественных организаций, но и всех неравнодушных жителей при участии в данной дискуссионной площадке. Я думаю, что она пройдёт очень интересно и подотворно. Коммунальные службы работают в штатном режиме, продолжают убирать последствия обильных снегопадов. Продолжаем расчистку и вывоз снега из дворов и готовимся к проведению собраний собственников по вопросам комфортной среды на предстоящий период. Предстоящая неделя насыщена культурными мероприятиями. 15 февраля – День памяти россиян, исполнивших служебный дом за пределами Отечества в 9.00 возле храма всех скорбящих радости. 16 февраля – День смоленского поисковика, вечер встречи, память которой не будет забвения. В 18.00 – Центр культуры и молодёжной политики, здание 2-й в 6-м микрорайоне. И 18 февраля на городской эстраде состоятся народные гуляния «Широкая масленица» с 12 до 15.00. Приглашаем всех жителей нашего города. Родители смоленщины могут попробовать свои знания на ЕГЭ. 20 февраля в Смоленской области в нашем городе пройдёт акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям». И мы приглашаем всех родителей наших обучающихся принять участие в этой акции. По всем вопросам нужно обращаться в комитет по образованию или в школы до 15.00. Голосование за проект «Комфортная городская среда» завершилось 11 февраля. Голосование по выбору общественной территории благоустройства города по проекту «Комфортная городская среда», проходившим на сайте администрации на интернет-площадках, завершено. С результатами за период голосования с 11 января по 11 февраля 14 807 человек. Лидирует парковая зона 1-2 микрорайона. На втором месте обозначена территория третьего микрорайона с результатами 23%. Третья позиция – парковая зона 4 микрорайона 19%. И на четвёртом месте оказался городской пляж 8% голосов. Также хочу напомнить, что финальное голосование по всем четырём общественным территориям состоится в день выбора президента Российской Федерации 18 марта. Всех приглашаем. За территорией по проекту «Любимый город» вы можете проголосовать на сайте администрации до 15 февраля.